У нас сегодня есть гость, я сейчас предоставлю ему слово. Это руководитель миссии «Братья Геденовы» в Беларуси, брат Василий. И он немножко расскажет о деятельности этой миссии. Я думаю, что каждый из нас, наверное, или почти все, держали в руках Евангелие с таким кувшином, это эмблема «Братья Геденовы». И эти Евангелия, они распространяются по всему миру на разных языках. Я обратил внимание, что практически, если это касается той же Америки или другой страны, в каждой гостинице, в тумбочке «Новый Завет» или «Библия», где это эмблема «Братьев Геденовы». Поэтому, брат Василий, пожалуйста, поделись той работой, которую вы совершаете в Беларуси. Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я рад быть вместе с вами. И я впервые в вашей такой большой церкви огромной. Слава Богу, что мне сегодня предоставлена эта возможность и право немножечко рассказать вам о служении миссии Гедеон. Только я так смотрю, нигде у вас часов нет, чтобы наблюдать за временем. А вот, вот, нашел. Спасибо. И, как уже пастор сказал, наверное, все вы, может быть, почти все, видели, держали в руках вот такие книги. Есть маленький формат, есть побольше формат. И есть русско-английский вариант. Это то, что касается нас в Беларуси. И, наверное, вы все сталкивались и понимаете, что вот эти книги, они у нас имеются, есть в Беларуси. За 25 лет, когда организована в 90-м году миссия Гедеона в Беларуси, в Беларуси, подарена, вы только в эту цифру слушайтесь, 5, свыше 5,3 миллиона новых заветов. Свыше 5,3 миллиона новых заветов. Это огромное количество, огромное число по Божьей милости и благословению мы имеем в нашей стране. Вы знаете, я вырос на Полесье, в деревне. У нас была небольшая церковь, где-то членов 30, может, 35. И я вспоминаю то время, когда я совсем еще маленьким мальчиком был. И тогда, в то время, контрабандным путем можно было только привезти Библии. И к нам в церковь привезли две Библии. И вы знаете, когда привезли две Библии, и вот это количество братьев и сестер, которые было в церкви, и каждый хотел иметь свою Библию. Потому что Библии были на вес золота. И никто не знал, когда в следующий раз эти Библии придут, привезут или не привезут. И я вспоминаю, когда мой дедушка, он достаточно уже старенький был, и он просто со слезами на глазах говорил, я отдам любые деньги, я хочу иметь свою Библию. Вы знаете, прошло не так много времени. Я думаю, старшее поколение помнит это время. И прошло не так много времени, и мы видим, как Бог благословил нашу страну. Еще в 87-м году, когда я приехал в Минске, уже поступил в институт, на первом курсе учился, ну и тогда студентов первым делом всех на картошку отправляли. Сейчас немножко ситуация изменилась. И мы поехали на картошку, месяц отработали на картошке, я жил в общежитии. И однажды, мы так уже немножко познакомились, скажем, с девчатами, с ребятами, за месяц на картошке. И я жил в комнате, пришла девушка с моей группы в общежитии, и она увидела на столе Библию. Вы знаете, ее были огромные глаза. Она смотрела на эту книгу, смотрела на меня, и говорит, это что, Библия? Я говорю, да, читай, написано Библия. Она так посмотрела на меня и говорит, так ты, может, еще и баптист? Я говорю, да, точно, я баптист. И она, вы знаете, таким изумленным взглядом посмотрела еще раз на меня, так с ног до головы, с головы до ног провела взглядом и говорит, впервые в жизни перед собой живого баптиста вижу. Вы знаете, было то время, я думаю, молодежь этого времени застала, не помнит. И то, когда мы просто ценили, дорожили христиане, понимали, а вспоминаю, моя мама, она переписывала песенник от руки в общую тетрадь, стихотворение, песенник. И так мало прошло времени, и так многое изменилось. Я хотел еще вначале прочитать немножечко несколько стихов Священного Писания. Это глава 10 от Луки. С первого по третий стих. Десятая от Луки, с первого по третий стих. После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. И так молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас как агнцев среди волков. Вы знаете, вот этот третий стих меня больше всего вызывал, скажем, немножечко недоумение. И я думал, почему Христос ученикам своим сказал такие слова? Идите, я посылаю вас как агнцев среди волков. Я так не раз думал, если бы мне кто-то сказал, слушай, ты поедешь в Бобруйск, но смотри, ты там будешь как агнец среди волков. И мы прекрасно понимаем, что если агнец попадет в волчью стаю среди волков, буквально за несколько минут рожки и ножки останутся. Разорвут в клочья, ничего не останется. И тем не менее, мы видим, что эти ученики, которых отправил Христос, они пошли, и когда возвращались, они потом довольные, радостные, никто их не съел, они все живые были, они сказали, Господи, и бесы нам повиновятся. И Христос сказал, не радуйтесь тому, что и бесы вам повиновятся, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вы знаете, служению миссии Гедеон, ему 116 лет на сегодняшний день. 116 лет. Это одна из старейших христианских организаций в мире. И на сегодняшний день это служение представлено в 200 странах, ровно 200 стран мира, где братья и сестры несут это служение по всему миру. И только за прошлый год было подарено порядка 81,5 миллион новых заветов и Библий. 81,5 миллионов. Это чтобы вам немножечко, так сказать, ближе понять, что это за цифры. Насколько я знаю, где-то порядка в Бавруйске 230 тысяч населения. Вот это в сутки раздается порядка 233 тысячи новых заветов и Библий в мире. Если вот эту цифру, 81,5, это получается каждых 2 секунды на протяжении суток, на протяжении месяцев, года дарится 5 новых заветов. Библии и новые заветы. Это огромный труд, огромное служение. И Бог достигает сердца людей через слово свое. Я года, наверное, 3 или 4 назад посещал церковь, был в Гродно и делал презентацию в церкви. И после служения подошла сестра, и она просто, в нее глаза горели. Она говорит, я хочу поделиться своим свидетельством. Я хочу поделиться, как Бог через вот этот Новый Завет маленькую книжечку коснулся моего сердца. Звать ее Аня Оржанова. И она поделилась следующим свидетельством. Она одна растила мальчика. На то время ему где-то было 11 лет. Саша его звать. И она, как это модно говорить, бизнес-вумен в свое время была. У нее было 3 фирмы. Была квартира, машина. Она говорит, я себе ни в чем не отказывала. И я понимала, чем больше я буду работать, тем больше я смогу заработать денег, обеспечить своего сына, себя обеспечить. И в этом все счастье. Но грянул мировой финансовый кризис 2009 года. И она говорит, я буквально потеряла все. Я стала банкротом. Я залезла еще в большие долги. Но это начало было ее проблем. Ее 11-летний Саша, он раньше, до этого у него была болезнь, у него появлялись на теле бородавки. И она говорит, куда только мы не обращались. В разную традиционную медицину, нетрадиционную. И везде искали спасения. Но никто и ничто не могло ему помочь. И когда в ее начали уже появляться бородавки на лице, они распространялись по всему телу, на руках, на лице. И она говорит, для меня это было уже пиком отчаяния. Всю свою жизнь она вкладывала в сына. И она смотрела, как он растет. И то, что вот эти бородавки уже пошли на лицо, и она говорит, никто не мог ей помочь. Она просто говорит, я в отчаянии однажды пришла домой. и просто прокричала Богу, Бог, если ты есть, я так дальше жить не могу, помоги мне, пожалуйста. И говорит, мое внимание, или мой взгляд, упал на книжную полочку. И там она нашла вот эту маленькую книгу. Она говорит, я даже не помню, кто мне подарил, когда, при каких обстоятельствах. Где-то восемь лет назад. И она несколько раз, когда переезжала с одной квартиры, на другую квартиру. Она говорит, она у меня восемь лет лежала этот Новый Завет, я не читала его. И несколько раз она переезжала с квартиры на квартиру, и она всегда, когда собираешь вещи, перебираешь, что-то выбросить, что-то взять. Я несколько раз смотрела на эту книгу и думаю, все равно не читаю, может быть и оставить, или выбросить. И что-то внутренний голос подсказывал, надо взять. Она опять складывала в коробки, приезжала на новую квартиру, и опять ставила на полку и не читала. Но в этот вечер она взяла эту книгу и начала читать. И когда она зачиталась допоздна, до поздней ночи уже, и когда легла спать, когда проснулась на утро, на следующий день, она говорит, впервые за два года я ночью не плакала. И она говорит, я так начал анализировать и думаю, неужели Бог вот таким образом начинает отвечать на мой вопрос. И она говорит, мне настолько захотелось, желание появилось читать это Слово Божие, буквально неделю, говорит я, целую неделю читала, читала, читала. И в конце недели, когда она все прочитала, она говорит, я просто упала на колени, оплакала. Я просила Бога, чтобы Он простил меня, чтобы Он изменил мою жизнь, чтобы Он исцелил моего сына. И вы знаете, мальчик на следующий день, после ее покаяния, он пошел на улицу с детьми играться, с верстниками своими, и потом прибегает назад, и прямо с порога кричит, мама, мама, смотри, у меня бородавки отваливаются. Она говорит, я посмотрела на руки, я не могла своим глазам поверить, которые большие, они, говорит, в раза 3-4 съежились, а которые маленькие, они просто отсыхали и просто отваливались. Она говорит, я плакала, я благодарила Бога, что Бог сделал моей жизни. Он говорит, и меня спас, исцелил, исцелил моего сына. И когда она пошла на работу, она начала свидетельствовать своим сотрудницам, сотрудникам на работе. Она говорит, вы знаете, я покаялась, я новый человек, Бог спас меня, и Бог исцелил моего сына. И на нее смотрели ее сотрудницы, и говорит, слушай, у тебя, наверное, что-то с головой. Она говорит, вы мне не верите, но вы же знаете моего сына. Вы можете на него посмотреть, и вы все поймете, Бог исцелил моего сына. Я сейчас новый человек. Они смотрели на нее, говорит, слушай, у тебя, наверное, что-то с головой не то. У нас, говорит, такая же ненормальная еще одна на работе есть. Хочешь, мы тебя с ней познакомим? И они познакомили ее с сестрой, которая привела ее в церковь. И сейчас, уже на сегодняшний день, Аня вышла замуж, она родила второго ребенка, девочку, и у нее христианская семья, они служат Богу. И она говорит, я так благодарна тем людям, даже, говорит, не знаю, кто, когда, но которые дали мне вот этот маленький Новый Завет. Это Слово Божие, это так изменило жизнь. Можно много рассказывать свидетельств, я так понимаю, у меня времени не так много. У нас в отряде, которые, я вот в Минске, у нас три отряда в Минске, по всей Беларуси 40 отрядов, где братья и сестры трудятся. И он рассказал о себе свидетельство. Юра Стамбковский его звать. И он говорит, когда-то я еще был мальчиком, 5 или 6 лет ему было, и мы прогуливались, где-то в 90-е годы, мы прогуливались с папой в парке Челюскинцев. И на аллее прямо стоял какой-то дяденька с коробкой Новых Заветов и предлагал прохожим. И говорит, мой папа постеснялся подойти взять, а мне мальчугану подойди в этого дяди возьми книжку. И он говорит, я подбежал, мне дядя дал эту маленькую книжку, еще читал, читать даже не умел, в школу не ходил. И так как папа не читал, а я понимал, что дядя это мне подарок дал, это моя книжка. Я ее берег, и когда пошел в школу, научился читать, начал читать. И в старших классах, когда он уже был, он говорит, у меня был поиск, вот это желание поиска Бога. Она говорит, сатана меня настолько далеко отвел от Бога. Он начал в разные восточные духовные практики уходить. И говорит, если бы Бог меня не остановил, в определенное время я бы далеко зашел. Но просто Бог остановил меня и направил к чтению вот этой книжечки. И спустя буквально где-то в районе 20 лет, который Новый Завет лежал у человека дома. Он иногда говорит, я открывал, читал. И Бог коснулся его сердца и показал ему истинный правильный путь. И говорит, я так благодарен и тому дяде, который стоял когда-то 20 лет назад там в парке дарил. Я так благодарен тем людям, которые свидетельствуют об Иисусе нашим гражданам. Вы знаете, Слово Божие, оно живо и действенно. И мы Божьи слуги, мы не можем спасти людей, но Бог хочет нас, каждого, использовать для достижения своих целей. Вы, как церковь, можете молиться об этом служении, чтобы Бог выслал новых делателей на хранил свое. И так же, как церковь, вы можете принимать материальное посильное участие, так как каждый новый завет, средняя себестоимость в мире, это 1,3 доллара. То есть для того, чтобы подарить 81,5 миллион новых заветов, это нужно собрать более 100 миллионов долларов в мировом масштабе. И мы понимаем, что это пожертвование братьев и сестер, которые неравнодушны и которые желают принять участие. Также я обращаюсь к братьям, кто желает быть участником этой большой семьи под названием Гедеон, кто хочет трудиться и быть свидетелем Божьим в этом мире, то пожалуйста, после служения вы можете подойти ко мне, и мы больше подробнее поговорим об этом, как вы можете присоединиться к этому служению. Апостол Павел говорит, что ибо если я благовествую, то это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Аминь. по воскресенье, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok